Всем привет, друзья! В этом видео буду устанавливать приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла бренда Vacuum. Всем приятного просмотра! Начинаем! На этом канале вы найдете более 160 серий о строительстве небольшого капитального дома с летней террасой. Ровно полтора года назад я установил рекуператор Vacuum Window Plus на первом этаже. По сей день рекуператор работает как часы, круглые сутки и дарит нашему дому на первом этаже отличную принудительную вентиляцию. На сегодня я практически завершил всю отделку на втором этаже. В самом начале этой отделки я заложил два отверстия. Одно для рекуператора диаметром 133 мм и второе для приточного клапана диаметром 100 мм. На место будущего рекуператора я поставил обычный вентилятор. Он выполнял роль принудительной вентиляции во время отделочных работ. Штукатурка, стен, шпаклевка, покраска. В этих процессах очень много влаги. К тому же всю отделку я делал зимой в минусовую температуру. Данные отверстия мне помогали отлично избавляться от лишней сырости в помещении. Ну а теперь, когда вся отделка завершена, пришло время установить ранее запланированную вещь. А именно второй рекуператор Vacuum Window. Но теперь он называется не плюс, а смарт. Компания Vacuum не стоит на месте и постоянно усовершенствует свою продукцию. Например, теперь прибором можно управлять удаленно с помощью мобильного приложения, а также своим голосом с помощью Алисы. Раньше цвет был только один, а теперь доступна большая цветовая гамма. Прибор поставляется в небольшой коробке. В комплект входит инструкция, фильтр класса G3, который защищает от пыли, шпильки, пульт и комплект крепежа. Основа рекуператора состоит из двух частей. Внешний блок, который крепится на улице, и шумоглушитель, который крепится в помещении. Шумоглушитель выбрал в цвете под ламинат, да и на стене, чтобы выделялся. В уличном блоке установлен вентиляционный блок, рекуператор и шумопоглощающий материал. Сам блок сделан из металла и окрашен полимерной краской. За счет выноса блока на улицу достигается бесшумная работа внутри помещения на малых и средних оборотах. На шумоглушителе есть сенсорный дисплей, ручка шибера для контроля открывания и закрывания шахты. В верхней части решетка с фильтром класса F7 тонкой очистки. При желании его можно заменить на простой фильтр класса G3. Сам корпус также сделан из металла и полностью обклеен шумопоглощающим материалом. Данную модель Windows Smart можно установить в стену с толщиной от 20 мм. Наша стена имеет толщину 25 см. Снимаем вентилятор и приступаем к монтажу рекуператора. Шахту я делал с помощью коронки на 133 мм. В полученное отверстие вставил трубу диаметром 125 мм. Заранее обклеил ее пенофолом. В таком варианте труба становится в притирку без каких-либо щелей. Также к этой шахте подвел скрытое питание. Фаза и ноль. Вентилятор снят. Теперь сниму монтажную пластину с шумоглушителя и закреплю ее по уровню в нужном месте на 6 саморезов с пресс-шайбой. Монтажную пластину закрепил. Аккуратно вывожу провода в нижний паз пластины. Теперь можно примерить сам шумоглушитель. Он вставляется в нижний паз пластины примерно под углом 30 градусов. А потом просто защелкивается. Красота! Теперь нужно смонтировать внешний блок. Для его крепления нужно отрезать шпильки в толщину стены плюс 1 см. Приступаем! Шпильки нарезаны. Закручиваем их на внешнем блоке. Для надежного крепления использую стопорную краску, чтобы не раскрутилось. Перед установкой блока с шахты убираю всю старую пыль обычной тряпкой. Для безопасной установки зову жену на помощь. С внутренней стороны стягиваю шпильки с монтажной пластиной с помощью специальных гаек. Внешний блок надежно закреплен. Осталось сделать только подключение. Поскольку у меня скрытое подключение, родной питающий кабель обрезаю с запасом длины сантиметров 20-25. Собираю провода на самую простую клемму. Провода отведены, устанавливаем шумоглушитель. Для дальнейшего подключения откручиваю нижнюю крышку. Здесь все просто. Шлейф от внешнего блока подключаем к плате, а вилку питания к блоку питания. При первом включении загорается табло с логотипом VACIO. Данная система имеет три режима работы. Приток, вытяжка и рекуперация. Основной режим рекуперация. В этом режиме происходит циклический разворот вентилятора, приток, вытяжка с интервалом в 40 секунд. Во время вытяжки теплый воздух из помещения проходит через рекуператор и нагревает его. Во время притока холодный воздух с улицы проходит через тот же нагретый рекуператор и забирает у него тепло. Тем самым подогревается уличный воздух. Данный физический процесс помогает экономить средства на отоплении и кондиционировании помещения. Также к этому рекуператору я подключил датчик VACIO атмосфера. Этот датчик показывает уровень углекислого газа, температуры и влажности в помещении. Например, с помощью приложения VACIO Smart Control я задал сценарий для этого датчика. Если в помещении будет больше 200 ppm углекислого газа, то включится вентиляция на полную мощность в режиме рекуперации. Как только показания на датчики вернутся в норму по ppm, а это примерно 900 ppm, рекуператор вернется в стандартный режим. Вы можете задать любой сценарий, будь то от влажности помещения или от температуры. В режиме дня с 9 утра до 10 вечера вентиляция работает на третьей скорости, всего их 7. В режиме ночи с 10 вечера до 9 утра вентиляция работает на первой скорости. Это всего лишь мои сценарии, мои настройки. Для вашего дома вы подберете свои комфортные настройки именно для вашего дома. Данная приточно-вытяжная система подарит вашему дому идеальный микроклимат, избавит от лишней влаги и пыли. А самое главное, позитивно скажется на здоровье всей вашей семьи. Вентиляция в наших домах это очень важный момент, помните об этом. Кого заинтересовал данный прибор, все ссылки на производителя найдете в описании. Если у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях, на все отвечу. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, смотрите другие видео на канале, на канале их более 200. Желаю всем удачи, здоровья, легкой стройки, скоро увидимся, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»